Вот фракция Олега Ляшко вышла из коалиции, это уже дважды сказанное, сделанное заявление. Остается в правящей коалиции 281 народный депутат. Мы знаем, что фракция Самопомощь, она пока приняла решение, пока остаться, формально остаться в коалиции, хотя большинство фракций не голосовало за изменения в Конституции. Когда выйдет Самопомощь из коалиции? И когда это сделает Тимошенко, которая тоже голосовала, фракция которой голосовала против изменений в Конституцию, но Тимошенко сидит и выжидает. У меня такое впечатление, что схватились, война на троих, это свобода, президентская, президентская большинство, блок Петра Порошенко, народный фронт и те, кто там независимые, консолидированные вокруг них. Это второй игрок и третий это Ляшко, партия Ляшко. А двое сидят как минимум в засаде. Это Самопомощь и блок партия Батькевича на Юлии Тимошенко. Каким образом и когда они выйдут из коалиции? Как развалится коалиция? Как это будет выглядеть с точки зрения действий? Коалиция уже развалена, это уже факт. А формально когда она развалится? Формально она развалится тогда, когда окончательно подружится блок Петра Порошенко и оппозиционный блок. Так вероятность этого и что значит подружиться? Это мне напоминает ситуацию, если помните, по-моему, седьмого года, когда в 2007 году начали договариваться против Тимошенко и партия регионов. Ну вот это приблизительно такая же ситуация. Только сейчас они договариваются условно против Ляшко, но ситуация в целом очень похожа. Вот после оранжевой революции было как минимум два таких интересных момента. Наша Украина ревностно сообщала, президентская команда говорила, что Тимошенко договаривается с партией регионов о широкой коалиции. А Юлия Тимошенко в другое время, в другие годы говорила о том, что это вот Ющенко договаривается с партией регионов о широкой коалиции. Вы знаете, мне один мой партнер когда-то сказал хорошую фразу, ну это был мой старший партнер, в свое время учитель политологии и политтехнологии, вот он говорил, если бы ты сейчас побывал в десяти самых дорогих киевских ресторанах, ты бы очень сильно удивился, посмотрев на то, кто с кем и о чем договаривается, и какие люди общаются вместе и общаются очень тепло. Поэтому договариваются все со всеми, здесь нет ничего странного. Спасибо.